Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это выпуск новостей касаемо игры The Isle of Rima. За последние пару месяцев я заметил, что разработчики работают быстро и появляется много нового. Вот что мне нравится. Интересно, там точно команда Ислы работает? Ладно, шутки в сторону, поехали о главном. Отдельное спасибо подписчикам Ксиону, Арморат Тян и Скорпиону за то, что пока я занят своими некоторыми делами и остаюсь, они мне присылают информацию касаемо будущего Иврима. Передаю ее вам. Недавно был стрим Донди, а также в Овдискорде The Isle разрабы вышли на связь, что стало известно. Тираннозавр Рекс, самый ожидаемый динозавр. Работа над ним почти завершена. Дата появления мне неизвестна. В отличие от большинства других динозавров, в день его выхода будет доступно на выбор три варианта окраса, паттерны B и C, включительно соответственно. Анимации у данного динозавра около 200 или чуть больше, это касаемо всего. Почувствуем кропотливую работу разработчиков. Боты для маленьких динозавров. Пока вы джув, больше не придется бегать за козами, бить агрокабанов и умирать от них. Будут добавлены боты, такие как крысы, разные насекомые, змеи и стрекозы. Теперь, пока вы маленький, вам проще будет поймать такую добычу и полакмиться ей. Я давно, кстати, вам о них говорил в одном из роликов. Идея с клетками. Ловля динозавров. Разработчики не планируют заниматься этой работой. Не будет добавлено каких-то действий в игре, что играя за человека, вам нужно будет ловить динозавров, запирать их там, а потом, к примеру, куда-нибудь на грузовом траке отвезти. Клетки добавлены лишь как лор в игре и расставлены на карте у построек. Многие могли заметить, что компсогнатусы сейчас пропали на серверах. Дело в том, что данный бот очень глубоко перерабатывается визуально и получит он еще новые механики. К примеру, небольшими стайками, пока вы идете где-нибудь по лесу или находясь у трупа, они смогут нападать на вас. Пока вы на стадии джув или хэтч. Раньше так-то они вроде и кусали или просто втыкались в вас, но сейчас их интеллект будет достаточно прокачан. Жду возможности, если они еще смогут и напрыгивать. Как помню, видел это на одном концепт-арте, я думаю, вы тоже. Ошибки, баги, повторюсь, разработчики знают о них и все время самые известные удаляют и исправляют. Но непонятно почему у той или иной механики визуальной части они вновь появляются. В общем, они сказали, что будут это все исправлять постоянно. Опять вернемся к Тернозавру. Уточнили, что он выйдет быстрее, чем Аллозавр. Места гнездования. Помните Исласпира и зоны гнездования? Разработчики хотят вновь внести на определенных локациях, чтобы там гнездование, выращивание, инкубация проходило лучше. Давайте посмотрим на новые скины. Кецелькуатль, Кентразавр, Аллозавр, Авацератопс, Гомолоцефал, Камаразавр, Дейнахейрус, Австерораптор. Представлены скины как дефолтные, вторичные и третичные. Давайте просто молча порадуем глаза, а вы напишите в комментариях, что думаете. Ну обязательно поставите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будут доступны три ячейки питательных веществ – белки, жиры и углеводы. Получаемые бонусы зависят от вида и количества наполненных нутриентов. При правильном соотношении веществ бонус скорости роста может превышать и 100%. Сделано это будет для того, чтобы компенсировать увеличенное время роста динозавров. Для травоядных же выделены локации вне зон миграции, в которых будут находиться растения, содержащие определенные виды нутриентов, например, кокосы, которые будут расположены вдоль береговой линии, и кусты смородины возле водоемов в отдаленных частях острова Гэтуэй. На этом, наверное, все. Палец вверх, подписка на канал обязательно, бац и в колокол. Ну, также можешь подписаться, не можешь, а обязан подписаться на нашу группу ВКонтакте, вступить в наш Дискорд, подписаться на наш Яндекс Дзен, Бусти и прочее. В общем, всем хорошего выживания в The Isle of Rima.